Сегодня у нас в гостях современный российский писатель, автор Романа Зулейха «Открывает глаза» Алексея Ягина. В этом году Алексей Шенович, автор «Тотального диктанта», я хотела бы отметить, что традиционно наша библиотека является поднормой всероссийской акции. И несмотря на то, что в этом году столица «Тотального диктанта» впервые не Новосибирска, а Владивосток, о чем было огняным, я думаю, вчера, традиция сохранилась, и Гузель Шеновича Милина у нас в гостях. Я думаю, что нас с вами ждет очень интересный разговор о литературе, о творческих иманах. Модератором сегодняшней встречи выступает Виталий Сераплинов. И для тех, кто не знает, это именно тот человек, который первым в мире опубликовал роман «Зулейха «Открывает глаза». И, как я поняла, мы сегодня поговорим о том, почему так сложилось, что из всех российских издателей и редакторов толстых литературных журналов именно Виталий обратил внимание на этот роман. Ну и всем хорошей встречи, интересного общения, не стесняйтесь, задавайте вопросы. У нас с вами есть два часа, через два часа здесь начнется другое мероприятие, но я надеюсь, что нам этого времени с вами хватит. Ура! Всем здравствуйте! Я рад загрузить, что она успела вчера морозом стать не только, когда она, говорит, вышла и попала в 32. Но зато она попала еще и на солнце, если она провела декабрь в Москве. В Москве были? Там писали, да? Наверное, все читали, что пять минут было солнечным всего в Москве за весь декабрь. Официально, я бы, Георгий Центр сообщил, что это правда было так. Здравствуйте! 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 Так, давайте. Сейчас я тебе. Все, за работу. Отлично, спасибо. Ну я была в декабре не совсем в Москве, я была в любом месте, но в том месте также было очень пасмурно. И я восхлаждаюсь солнцем здесь, восхлаждалась вчера, здесь в Новосибирске. Не уезжай там на свободе, восстал здесь проводите. В общем, вы живете давно-давно. У меня есть команда вчера, так что я взяла под козырек и приеду туда. Я напомню, как роман появился у нас в огнях. Сейчас, ну, как я это помню, это потом будет обрастать, естественно, мифами. Уже потом обрастает, я уже там что-то придумываю, мне кажется. Вот часа два ночи, как я помню, по-нашему времени я обнаружил почтефекционный роман «Быстрый». Пробежался сначала, вообще, как редакторы читают больший текст, вторые были тексты. Сначала сиди на конец. В течение, там, несколько секунд, до минуты. Но если понравилось две минуты, если очень понравилось, ну, три минуты на большой текст, по нему, по нему уже понимаешь хорошо или плохо. А дальше уже, соответственно, читаешь полностью. Я зацепился за кусочек в самом начале. И, собственно говоря, не мог оторваться, я быстро читаю, не мог оторваться часа, наверное, полтора. То есть, я забыл про вот эти минуты, секунды. Читал, читал, читал. Увлекся, прочитал всю вот беременскую вот эту часть татарскую и дальше. Сцепил. И тут же понял, что все, это улетает из рук, это сейчас куда-то пропадет. Я еще никогда не знал, что это в Москве не брали. В московский журнал этот текст. И написал везде, что так и так я хочу поставить, хочу поставить срочно. По-моему, мне надо было чуть ли не на завтра, а не на послезавтра тоже верстки ставить. У меня был маленький кусок, ну так, достаточно большой кусок. Куда его поставить, часть равмана. Я уже понял, что я хочу, я хотел бы вот эту самую татарскую часть, или детскую. Но написал везде, что… Ну, если вы выберете сами что-то, потому что вы лучше знаете свой текст, то, конечно, я вас послушаю. Гузель выбрал именно этот кусок. Он сам по себе был цельный. Он с началом и концом, с эмоциональной концовкой. Я был страшно рад. Она, по-моему, пришла через час, через полтора минуты. Довольно быстро. На следующий день, по-моему. Все было просто очень стремительно и тем удивительнее, потому что я, имея маленький, но все-таки уже опыт общения с большими толстыми литературными журналами, понимала, что это, в принципе, история не очень быстрая, что это делается достаточно размеренно. И, скажем, вот с журналом «Неван» мы тоже общались по другому, по рассказу, и это заняло несколько месяцев. Поэтому я была, в общем-то, морально готова к тому, что и с этими кусками из романа, с этими всем, с этими главами, история будет также длится несколько месяцев. Но, получив от Виталия какой-то просто стремительный, мгновенный ответ, я, конечно, тут же кинулась в результаты выбирать, править, и сразу же отоскал письмо. И вот как-то мы обменялись, по-моему, в день несколькими письмами. Да, быстро, быстро. Причем, я, кажется, извинялся, что на редактуру не хватает даже согласовать время, но там не было чего-то такого особенного согласовывать. «Гузель» удивительно чисто пишет. Поверьте мне, я там тысячи авторов, может, уже десятки тысяч встречал. Как правило, большинство, 90%, не знаю, чем-то, 90% пишет грязно. То есть их приходится прямо переписывать. «Гузель» переписывать не надо. Там какие-то, если были правки, то они совершенно несущественные. И она очень грамотная. Она стилистически грамотная. Но видно, что вообще этот текст был выявлен. У меня сложилось впечатление, что он писался так годами. Я не знаю, как долго… Ну, не годами. Ну, понятно. Это было несколько месяцев после двух лет раздумий, тяжелых, мучительных, несколько месяцев интенсивного написания. Я могу очень признать на Виталия. Я очень счастлива, что я сейчас могу это сказать публично. Потому что, правда, мне было очень важно получить вот какой-то знак от литературного сообщества о том, что текст литература, что текст неграфомания. Поэтому мне было очень важно получить вот такое ваше письмо, очень вдохновляющее тогда я помню такое письмо, и буквально моментальное согласие на публикацию. Толчка особого журнала, роману, это, наверное, не дало, ну там где-то, но это дало, скорее, морально. За это я согласен. Наверное, наверное. Конечно. Я поделилась своей радостью, что глава публикует в «Сибирских огнях», и моя знакомая, приятница литература «Оплет» сказала, это знак качества про «Сибирское огня». У меня потом, когда я встречался на конференциях на литературу с московскими коллегами, и каждый подходил и говорил, «Как ты ее цепил? Почему мы ее пропустили? У нас же там целая бригада работает, у нас там два редактора на приемку текста, у нас за поделом прозра, у нас еще глава «Ред» решает, у нас ответ «Себ» решает. Почему мы четверо, пятеро, ну нормально, а у нас поменьше просто коллектив. Мы пропустили, а ты, как ты говоришь, за час все это выцепило, и мне не знаю, мне понравилось просто. Не знаю, как вы так пропустили. Ну минимум четыре журнала, четыре представителя журналов, московских и уральских «Протеговорей». Я вообще рассылала, я, на самом деле, сделала список тех журналов, куда могли бы взять эти отрывки, и рассылала их вот, по-моему, я не помню, десять или двенадцать журналов это было. А «Хотябр» не писал? А? А «Хотябр» не писал, вы же так уже выходили до их? Ну просто в октябре, я ж думаю, достаточно длинная история, поэтому вы так быстро среагировали, что вы сказали «да», вы сказали «да», я сказала «да», и все это случилось. И теперь вы не просто здесь и в апостаси писателя, а еще апостаси автора «Тотального диктанта» и будущего диктатора. Вам сказали, да, что будет называться диктатор? Да, никогда в жизни я не была диктатором. На самом деле для меня это огромная радость быть автором «Тотального диктанта», потому что я, честно признаюсь, я не раз больше написала сама, но я, конечно, знала об этом проекте, и я очень с большим интересом наблюдала за ним, потому что это классный проект, просто потрясающий проект, но очень сложно же вдохновлять общество длительное время. А «Тотальный диктант» делает это вот уже, получается, 14 лет. То есть 14 лет длительно поддерживать в себе интерес, и не просто поддерживать интерес, а развиваться, по-моему, это просто потрясающая вещь. И когда мне предложили стать автором «Тотального диктанта», я точно так же очень быстро согласилась, не раздумывая, это случилось опять-таки ночью, видимо, все самые важные решения принимаются по ночам, когда Ольга Рябковец написала мне через социальную сеть, а я случайно на нее залезла и увидела это приглашение и тут же ответила, что, конечно, да, согласна, счастлива хочу. Поэтому для меня это совершенно сказочный этот год, потому что он начался с общения… Ну, не так, общение с «Тотальным диктантом» началось еще летом, прошлого года, но сейчас получилось, что я приехала сюда на заседание штаба экспертного совета «Тотального диктанта», и только теперь я начинаю осознавать, насколько вообще это серьезно. Потому что, конечно, работа проделывается там, за кулисами «Тотального диктанта», просто колоссальная, просто огромная работа. Я не могу ее сейчас описать детально, я не филолог и боюсь что-нибудь напутать, но поверьте мне, это огромный труд. Автор что сделает? Ну, просто пишет текст, собственно, все. А вот экспертный совет там проделывает гигантскую работу, которая потом уже выходит в виде комментариев, огромных комментариев от текста. А долго согласовывали текст? Он уже готов к этому съемку? Совсем? Да, текст готов, он был готов еще летом, на самом деле, потому что надо было написать его заранее, мне просто с нами срок, и сначала я, конечно, очень напрягалась, потому что ответственность очень большая, и мне казалось, что как ему так написать текст, а потом 200 тысяч человек этот текст возьмут и напишут. Еще же три части, каждая должна быть со смысловой какой-то концовкой? Да, да, то есть были разные варианты, либо три отдельных текста, как-то связанные по смыслу, либо, может быть, один текст разбит на три части, но каждая часть должна быть все-таки закончена произведением. Ну, в конце концов, как вы, наверное, слышали, это три текста, они называются «Утро», «День», «Вечер», и это три кусочка жизни одного человека, а в обществе «Лемца». Действие происходит в 1916 году в Павлужье, в одной из немецких колоний, и герой зовут Якоб Иванович Бах, и вот то, как он проводит «Утро», «День» и «Вечер», вот об этом мы напишем 14 апреля. То есть, вы все сделали для того, чтобы не писать и в этом какой-то, какой-то, членский. Получается так, я его что-то писала на самом деле, написала был год назад. Текст совсем-совсем готов, много его переделывали? То есть, филологи добавляли туда, просили там, непричастные какие-нибудь обороты добавили? Да. Потруднее сделал, именно по-другим, просили? Слишком простой был? Нет, я бы сказала наоборот. Тексты, которые написаны, они войдут, вошли уже, собственно, в роман, большой, называется «Дети мои», роман о немцах по-божьим, в мае этого года, издательство «Айстэ», редакция Елены Шубиной. И вот те три текста, которые я прочитаю 14 апреля, они были достаточно серьезно доработаны. Они были, мне сегодня разрешили использовать слово «упрощены», потому что мне казалось, что это не совсем правильное, может быть, слово. На самом деле, да, мы их упрощали, сокращали, мы их уравновешивали, ну не «мы», скорее экспертный совет предлагала, а я соглашалась, уравновесили по степени ошибко-опасности. Я узнала такое прекрасное слово «ошибко-опасность». И они просто взвешены на ювелирных лесах, эти три текста, для того, чтобы вот те 280 слов, которые есть в каждом, чтобы они содержали, ну, примерно хотя бы одинаковое количество сложных мест. По некоторым местам возникли очень горячие баталии. Вот я сейчас приехала из Сосновки, где сейчас все еще не закончилась очередная и так далее, и уже не будет. И так далее. Продолжение следует...